Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. 9 мая 1945 года для моего дедушки, капитана Александра Васильевича Шашева, двойной праздник. В этот день, день Великой Победы, родился его сын, мой отец Александр Александрович Шашев. Этот великий всенародный праздник является нашим семейным торжеством. В детстве дедушке часто рассказывал мне о своем боевом пути. В годы Великой Отечественной войны он воевал на разных фронтах, и всегда, вспоминая события тех времен, он плакал. Родился он в большой крестьянской семье в селе Коквице Усть-Вымского района. В ряды Советской армии дедушку призвали после окончания автодорожного техникума и направили служить в саперный батальон. Когда началась война, его саперный батальон дислоцировался в городе Благовещенске. В 1941 году, во время кровопролитных сражений под Москвой, мой дедушка получил первый орден Красной Звезды за рукопашный бой и разминирование тоннеля длиной 650 метров. В 1944 году в составе особой группы батальона деда перебросили на границу с Маньчжурией для защиты дальневосточных рубежей нашей страны. Там девушка познакомился с моей бабушкой Натальей, и уже после победы над Японией они поженились. В течение 17 лет, до 1957 года, мой дедушка Александр Васильевич Шашев служил в рядах Советской армии. За время Отечественной войны он награжден двумя орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны и боевыми медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и за победу над Японией. После службы дедушки вернулся в республику Коми, обосновался в селе Визинга Сысовского района, где работал главным инженером дорожного участка. Под его руководством построен новый бетонный мост через реку Большая Визинга, за строительство которого ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР». Мой дед для меня был примером мужества и отваги, настоящим защитником Отечества, офицером Советской армии. Я помню, я горжусь, служу России. Майор полиции Ирина Рубцова